Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. В сегодняшнем видео будет много интересного. Сначала прогулка, потом распаковка и практически готовая работа. Сейчас мы пройдем по вечернему нашему парку. Я специально выбрала время, когда горят огни. И следую я в магазин Валберис. Я заказала там тесьму с бубенчиками для очередного нового коврика, который я покажу вам уже, наверное, у камина. Теперь у камина. Будет очень красиво. Ну, а погодка у нас шепчет. Ветер утих, снег тоже не идет. Белым-бело, вокруг чистота, свежий воздух, тишина. И я подумала, почему бы мне вас не взять с собой. Смотрите, в каком я наряде. Как раз выхожу из дома, идут две соседки. И уже оценили мой наряд. Зря я так стеснялась, что ли, одевать это пальто. Вот, оказывается, оно в тренде. И спросили, ой, это вы сами вязали? Я говорю, да, сама. Вот, так что я достала пальто для снегурочки. Мне тепло, комфортно. Ну и, надеюсь, всем нравится. Намеренно пошла другой дорогой. Знаете, как говорят психологи? Хотите, чтобы в жизни как-то все поменялось в лучшую сторону? Пойдите другой дорогой. Хотя я не жалуюсь. У меня все хорошо. Это я так наговариваю. Но пошла другой дорогой. Во-первых, чтобы показать вам дом Меньшикова еще раз. А то все парк да парк. Зажглись огни. Сейчас немножко отойду. Думала, будет ракурс. Уже нет. Нужно еще немножко пройти. Ой, впереди такие красивые березоньки стоят. Посмотрите. Вечер. Сейчас где-то полпятого вечера. И вот такая темень уже, можно сказать. Горят наши арочки. Те, которые нам сделали летом по левую сторону от меня. Сейчас я вам покажу. Вон они, огонечки горят. А по правую сторону от меня дом Меньшикова. Вот он. Тоже говорят, там делали ремонт. Может быть зимой у меня получится хоть сходить в какой-то... Хоть один музей в нашем городе. Их на самом деле очень много. Молодежь даже на качелях катается. Я, конечно, там не буду ничего рассказывать. А то посмотрят на меня здесь же. Никто так не ходит с селфи-палкой, наверное, кроме меня. Вот так вот красиво все это смотрится. Ой, красота. Воздух свежий. Огоньки, чистота. Вот я практически и дошла до Вангберс. Еще три минутки и я получу эту свою серую кайму для очередного коврика. И будет красота красивая. Готовимся к лету. Как говорят, готовь сани летом, а телегу зимой. Вот мы и будем вязать коврики. Пряжа просто великолепная. Пряжа из магазина Т-Декор. И для вас там будет небольшой сюрприз. Для пенсионеров. Который вы можете получить, пройдя по ссылке. Ну и, конечно, сделав заказ. Но я об этом расскажу позже. Единственное, что сейчас я интригую вас. Очень шикарные яркие цвета. Я выбирала яркие и такие немаркие. То есть где-то будет сиреневый, где-то будет черный с серым, с темно-серым, со светло-серым. И в комбинации очень красиво получается этот коврик. Я уже половину провязала, но нужно провязать больше. 60 сантиметров диаметра коврик. Я же вяжу коврик на вот эту шину, из которой буду делать пуфик. Для встречи у костра, который мы сделаем летом. Я надеюсь, что дойдут руки теперь и до плиточки во дворе. Но так всегда у меня бывает. Я и скатерть вязала, когда у меня еще дома не было. Теперь вот вяжу коврики для будущей террасы, которые тоже у нас еще нет. Ладно, друзья, я буду отключаться. Дальше уже встретимся дома. И я, конечно же, вам покажу эту посылочку. Там не только пряжа. В общем, не отключайтесь. Телефон замерзает. Ветер подул. Как-то что-то проблема со съемкой. Ну ладно, покажу. Вот опять этот дружок. Ты что, меня выслеживал? Помните этого кота летом? Все-таки ты ничейный, да? А у меня с собой ничего нет, дорогой рыжик. Так, ну ладно. Давайте покажу кусочек нашего парка. Здесь поставили такой большой столб с таким ярким светом. Вот можно и на качельке покачаться. Вот только что здесь сидела молодежь. Видимо, увидели, что я снимаю и ушли. Вот так это смотрится вечером. Ну что ж ты за мной бежишь, рыжик? Я ничего с собой пока не взяла. Вот она, это арка наша. В общем, красота красивая. Ну а мне еще чуть-чуть. Буквально минуточку. И я в магазине Viberis. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Ну что, друзья, давайте посмотрим на это великолепие. На эту посылище. Казалось бы, вот темные-темные цвета. А посмотрите, какая красота получается, если разбавить темный цвет немного яркими оттенками. Очень красивый коврик. Душа радуется. И декор от всей души благодарю. Но прежде чем я начну вам показывать всю эту пряжу и не только пряжу, хочу обрадовать пенсионеров и мамочек, в общем, многодетных семей. Пройдя по ссылке, которую я оставлю под этим роликом и в закрепленном комментарии, вы найдете вот такую информацию. Скидка многодетным семьям и пенсионерам. Здесь все достаточно понятно. Скидка 10%. Единственное, что скидка не действует на пересылку, на услуги почты и на товары, которые уже идут по акции. Я думаю, что это небольшой, но все-таки бонус. Если кто-то захочет связать вот такую красоту, как у меня. Вот. И вы, конечно же... Прошу прощения, Лешик позвонил. И, естественно, мне пришлось прерваться. Но ничего. Так что, если захотите воспользоваться скидкой и купить пряжу по очень привлекательной цене, значит, в этих моточках 400 грамм. Есть мотки по 500 грамм. И цена около 150 рублей. 149, если пряжа по акции, вообще 125 бывает. Так что, я думаю, что это очень хорошая цена для вот такой трикотажной пряжи. Пряжу выпускает магазин Т-декор. Вы знаете про этот магазин. Были много распаковок из этого магазина. Там не только пряжа. Там и трикотаж, и постельное белье. И даже продукты, всякие специи, печенюшки. В общем, Т-декор развивается. И зайдите по ссылке. Может быть, кроме пряжи, вы найдете еще много других интересных для вас товаров. Вот. Коврик я уже связала. Здесь мне еще нужно провязать, наверное, ну, если в диаметре, то сантиметров 5. То есть, он будет такой внушительный. В диаметре должен быть 60 сантиметров. Я вчера выходила на улицу, мерила, брала рулетку и мерила, ну, вот диаметр шины, на которую я планирую. Из которой мы сделаем такие пуфики. Может быть, даже что-то придумаем поролоновое. Может быть, эта сидушка будет сниматься. Я не имею в виду коврик. Я имею в виду ОСБ-панель, которая будет вырезаться по диаметру шины. И, может быть, она будет съемной, чтобы, когда дождь, поролон все-таки долго сохнет. В общем, это можно убирать. И будет такой пуф-трансформер. Ну, это еще далеко. Это я вам немного о планах. Так что, вот так вот, своими мыслями, своими работами, когда я вяжу этот коврик, я прокладываю мысленную дорожку к новой терраске, к новой плиточке во дворе. Ну, и так далее. Я не знаю, как вы, но я в это во все верю. Я уже вам говорила в начале видео, что и скатерть я так вязала, и домового. В общем, и в итоге мы купили дом. Так что, мечты сбываются. Давайте вам покажу, какие цвета. Вот этот цвет сиреневый. Ну, вы посмотрите. Ну, прелесть. Просто прелесть. Какие цвета я заказала. Вот такой вот нежно-серый. Пряжи пришло около, да не около, а 8 килограмм. Сейчас я перейду. Хотела, друзья, я снять ролик возле камина, но не получается. Ну, где это я все размещу. И, в общем, вы меня уже в начале ролика видели, поэтому ролик на кровати. Вот. Вот эту красные оттенки, это пряжу тот же ТДКор мне высылал раньше, наверное, в том году, или даже в позапрошлом году. Вот. А вот эти оттеночки я заказала сейчас. Если останется пряжа, видите, здесь вот прям черный-черный, вот такой оттенок. И вот такой вот, ну, темно-болотный, что ли. Джинсовый оттенок. Я же вижу под покрывало. Вот такой темно-серый. Кстати, пряжа идет вся вот в таких мешочках запакованных. Это я просто ее достала. Все хорошо упаковано. Ну, и вот такой ярко-зеленый. Скорее всего, эту ярко-зеленую я буду комбинировать вот с этой болотной, темно-болотной пряжей. Ну, камера не очень передает. Вы видите ее почему-то черной, практически черной. На самом деле она такого болотного цвета. Но вот этот сиреневый, это просто бомба. Ну, и джинсовый. Вот такое количество пряжи у меня есть. Уже большая половина коврика у меня связана. Вчера я ходила, вот вас брала с собой. Валберис получила вот такую кайму. Когда будет готов коврик, естественно, я вот здесь все обошью, как мы делали в розовом коврике. И будет просто красота красивая. Вот, посмотрите, я сейчас приложила вот эту кайму. Она прям вот четко попадает вот в этот серый оттеночек, который присутствует на коврике. Вот такая красота. Значит, коврик, сейчас покажу вам, как он выглядит с изнанки. А с изнанки тоже очень красиво. Я старалась аккуратно все сшивать. Сшиваю я пряжей, вот здесь вот сшивала в одно сложение, но нужно в два сложения. И дальше стала сшивать уже пряжей в два сложения шелковый блеск. Вот она лежит у меня. Сейчас я ее постараюсь достать. К сожалению, эту пряжу не выпускают, но она очень крепкая. Она не разрывается, ее только резать ножницами. Это стопроцентный леоцель или вискоза. Троицкая фабрика почему-то перестала выпускать эту пряжу. Вот почему взяла такую прочную пряжу, потому что это же сшивное изделие. И если ниточка где-то перетрется, естественно, все это нужно будет потом зашивать и как-то реставрировать. Ой, ну мне даже, вы знаете, вот с этой стороны тоже коврик очень-очень нравится. Вот. Мне таких ковриков надо связать три штучки. Именно вот в таком оттенке. Не знаю, как хватит ли мне вот в этом оттенке связать три. Ну, на два точно хватит. Я хочу все-таки сделать три пуфа из шины. Вот. Ну, настрое в таком, скажем, постоянном составе я, Лешик и Анютка. Поэтому нужно сделать хотя бы три вот этих пуфа. На два точно хватит. Если не хватит, ну, опять буду писать в Т-декор. И может быть мне пришлют, если не хватит вот такого оттенка пряжи. Ну, я думаю, что хватит. Я постараюсь так скомбинировать, чтобы хватило вот именно в этих тонах. Кстати, друзья, вчера опробовала я вот этот нож Олфа. Очень понравилось. И я вообще была поражена. Вот этот коврик, он как-то сам восстанавливается. Вроде бы-то какие-то царапинки остаются, но они потом затягиваются. И здесь вообще практически ничего не видно. Вот. Вчера я вырезала несколько квадратов вот этим ножом на этом коврике при помощи вот этой вот линеечки. В общем, я очень благодарна, что вы посоветовали мне три вот этих товара для патч-ворк. Это основные товары, которые нужны, ну вот просто, как всегда, у рукодельницы. То есть линейка, коврик самовосстанавливающийся и вот этот нож Олфа. Да, конечно, дорого. Но вот я вырезала вот эти квадраты именно этим ножом. Очень-очень мне понравилось. Быстро и очень четко, ровно. Ну, а сейчас я вам покажу, как сочетается вот это покрывало с тем ковриком, который я уже практически связала. Посмотрите, какая красота. Ну, как вам? По-моему, очень хорошее сочетание. И я выбирала такую пряжу, чтобы она была, ну, не маркой. Все-таки это коврик для улицы, пыль и все такое. Я думаю, что я со своей задачей справилась. Вроде бы-то он и не мрачный, яркий, но и в то же время не марки. Вот такие вот цвета пряжи я выбрала. Что же еще мне прислал Т-декор? Во-первых, громаднейшее благодарю вам за подарок. Вот такой крючочек. Кстати, те коврики первые я вязала шестеркой. Фокус не хочет фокусироваться, но это восьмерка, короче. Крючочек мне пришел в подарок, я его не заказывала. И я сейчас им вяжу. И несколько вот маркеров. От всей души Т-декор благодарю. Очень приятно. Мелочь, а приятно. Еще заказала я вот такую заготовку для ловца снов. Сейчас, если я не распаковывала, показать вам, чтобы показать вам, как все запаковано. Товар хрупкий, но все дошло целое. Сейчас мы распакуем и посмотрим. Не знала, куда примаститься, чтобы был контраст, чтобы вы увидели заготовку под ловца снов. Ну, честно говоря, я не понимаю, почему это заготовка. Что здесь не хватает? Ну, может быть, каких-то веселек, чтобы прикрепить вот эти вот листья деревянные. Посмотрите, какие резные, какие красивые. Тоненькое-тоненькое дерево. Вот. Вот петельки для этих листочков. И вот так вот это смотрится. Ну, и, естественно, просто подвесить. Я думаю, что мне, если я буду, ну, как бы вешать, мне хочется, знаете, куда повесить? Вот сюда его. Вот. Ну, он сливается сейчас со стеной, этот ловец снов. Ну, а если я его покрашу морилочкой, вот такой вот, как я красила камин, столешницу и вот это обрамление для топки, то тогда очень даже будет смотреться хорошо на контрасте вот здесь этот ловец снов. Ну, очень-очень хрупкая работа. Я прям поражена, как это все. Он, конечно, это машина все это вырезает, но очень достойная заготовочка. В общем, еще один ловец снов у меня будет красоваться теперь уже в нашей гостиной. каминчик, гостиная, в общем, красота красивая. И еще заказала вот такую игрушечку новогоднюю. Здесь можно пройтись пушистым кружевом крючочком и вот такая заготовочка будет как елочная игрушка на елку. Ну, я, скорее всего, повешу ее, конечно же, на камин. Тоже, скорее всего, покрашу ее, пройдусь морилочкой. И вы у меня там спрашивали, Лена, где вы будете ставить елку? Друзья, мы елку не будем ставить, у нас пять котов. Поэтому будем украшать камин. Да и то, не знаю, как здесь все выживет, но елки у нас не будет. Еще я заказала, хочу попробовать вот такой порошковый термоклей. Вот он, здесь четыре пакетика. Это подгиб брюк, юбок, штор, ремонт порезов, в общем, разрыв на ткани и коже, фиксация аппликации и что здесь написано? Заплат. Вот. Нужен только утюг. Вот здесь инструкция, как это все сделать. В общем, конечно же, когда я это все попробую, я вам расскажу о своих впечатлениях от этого клея. Вот. Так что такое тоже продается в Т-Декор. Вот так называется этот магазин. Еще заказала я вот такие такая лента. Тоже дешево, по 120 рублей. Здесь 9 метров. Может быть, куда-то мне пригодится. Я, ну, может быть, подушку буду шить и мне придется оторачивать как-то вот этой лентой. Не знаю пока. Заказала, вот вертится идея с этим джинсовым покрывалом. Может быть, пойдет туда. Конечно, 9 метров мне не хватит. Но попробую, может, потом закажу еще. И вот такая лента. Посмотрите, какая веселенькая. Тоже вот в таких джинсовых оттенках. Вот такие цветочки. Здесь тоже 9 метров и тоже она что-то около 120 рублей. Ну, дешево. Так, здесь мы ничего не увидели. Ну, вот такая вот тканевая отделочная лента. Вот это все, что мне прислал ТДКор. Мешок пряжи, клей, крючок в подарок и лента. Да, и ловит снов. Так что, друзья, загляните в этот магазин, воспользуйтесь 10% скидкой пенсионеры и многодетные мамочки. А я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Ситникова. Ситникова. Ситникова.